Всем привет! Сегодня снова будет праздник у тех, кто любит натуральную и органическую косметику, но при этом не любит жертвовать своим комфортом. Что я здесь имею в виду, это то, что мы сегодня с вами поговорим о бренде, который своими текстурами особо не отличается от классической декоративной косметики. То есть это не какие-то рассыпушки, минеральные пудры, которым нужно приловчиться, которые нужно полюбить. Это всем нам привычные текстуры, которые мы уже знаем, как наносить, мы знаем, как с ними работать. В общем-то, сегодня с вами поговорим о французском натуральном бренде, который называется Кулер Карамель. Это было мое первое знакомство с этим брендом, я взяла несколько продуктов для лица, и сегодня я вам все это продемонстрирую в нанесении, также расскажу про какие-то особенности, если они есть. Покажу вам и в макро, как это все выглядит, и при дневном освещении, в общем-то, все как всегда. Поэтому, если я вас заинтересовала, то продолжайте смотреть, и давайте начинать. И начать я хочу с консилера, вернее, даже не с консилера, правильно это называть корректором для зоны под глазами, потому что этот продукт так и называется Dark Circle Concealer, то есть консилер от темных кругов под глазами. У них в линейке есть несколько оттенков, я себе взяла самый светлый, 11, и такое небольшое лирическое отступление. Мне кажется, что внешне эстетика бренда очень сильно ассоциируется с их идеологией, всего такого натурального, био и так далее. Все упаковано в такой картон, как будто вторичной переработки, и вообще в целом упаковка, например, того же корректора, корректора выполнена из картона. Я не могу сказать, что мне прям нравится это. Я, конечно, понимаю, чем они руководствовались, когда они создавали такую упаковку, но мне все-таки стеклянная баночка была бы немножко приятней. Сам корректор выглядит вот так вот. У него такой еле-еле персиковый подтон, то есть он такой желтовато-персиковый, и действительно этот оттенок хорошо подходит для светлых тонов кожи, для того, чтобы перекрывать какую-то темную пигментацию. Перед тем, как я покажу нанесение этого корректора, я хочу еще несколько слов сказать в целом об этом бренде. Вообще меня поразило то, что у них, по-моему, абсолютно вся продукция, которая у них продается, имеет сертификаты Эко-Серт, и также здесь красуется еще один сертификат, с которым я не сильно знакома, Косметик Био он называется, но тем не менее он вот везде указан. Но что касается Эко-Серт, насколько мне известно, это самый крутой био-сертификат, то есть если бренд занимается органической косметикой, натуральной косметикой, то наличие вот этого сертификата очень о многом говорит. И что касается конкретно этого консилера, то у него 100% натуральный состав. И вообще в целом, если посмотреть на состав, то он действительно впечатляет. Первый ингредиент в составе это сквален. Здесь конкретно сквален растительного происхождения, и это тот ингредиент, который отвечает за увлажнение кожи, и также этот ингредиент препятствует потере влаги. И дальше, если посмотреть на состав, то он абсолютно натуральный. Здесь масла, воски, разные жиры, ну и естественно пигменты. Давайте теперь разберемся со свойствами этого корректора. Вы знаете, после того, как я начала его использовать, я поняла, что это действительно корректор, который нужно наносить именно как корректор. Не как консилер на всю зону под глазами, а только на те участки, которые у вас именно более темные. У меня конкретно это вот зона по орбитальной кости во внутреннем уголке глаза, и также вот сам внутренний уголок глаза, и также под правым глазом у меня немножко вена проступает тоже под глазами, что создает дополнительную темноту. И вот когда я наношу вот так вот по орбитальной кости, и растушевываю потом вверх и вниз, и возможно остатками прохожусь уже у ресниц, и на каких-то других участках, то получается очень натуральный эффект, но при этом темнота скрывается где-то процентов, наверное, на 80 точно. Ну, в зависимости от дня, если я вдруг проснусь, у меня очень темные круги под глазами, то, конечно, немножко меньше он перекроет, а если же какой-то более хороший день, я хорошо выспалась, у меня отдохнувший вид, то тогда может покрытие дойти даже и до сотни. Здесь одновременно это говорит и о плюсе, и о минусе. Плюс заключается в том, что очень натурально выглядит, вот действительно, даже при близком рассмотрении не создается ощущение, что на вас вот косметика именно нанесена, такое впечатление, что ну вот просто это ваша зона под глазами, ваша собственная кожа. Но как минус я могу отметить то, что этот корректор не сильно сочетается, наверное, с классической косметикой, то есть если вы уже используете этот корректор, то он, наверное, нужно идти вот полностью всем этим био путем, использовать какие-то более легкие текстуры на лице, потому что если вы нанесете этот корректор, а потом нанесете плотную тональную основу, то, во-первых, у вас и зона под глазами на этом контрасте сразу будет выглядеть как будто незаконченной, то есть слишком как-то натурально все будет выглядеть под глазами по сравнению с супер идеальным там выровненным тоном какой-то плотной тональной основой. Но в то же время хочу вам напомнить, что это именно корректор, и корректор по сути не предполагает единичное нанесение, то есть вот вы нанесли корректор и все. Вообще любые корректирующие средства наносятся тонким слоем и предполагается, что дальше будет наноситься уже другая косметика, будь то консилер, тональная основа, неважно. Поэтому для повседневного макияжа и для такого макияжа без макияжа этого вполне достаточно, то есть вы можете нанести этот корректор в зону под глаза, очень легкую какую-то тональную основу, либо тонирующий крем, либо может даже минеральную пудру, и при этом у вас натуральность вашего макияжа и в целом вашего внешнего вида сохранится просто на 100%. Если же вы хотите сделать макияж немножко понасыщенней, или вам в принципе нужно более плотное покрытие, то что я люблю делать, это наносить изначально этот корректор, потом наносить тональную основу, а потом я смотрю уже, где конкретно у меня всплывают какие-то дополнительные нюансы, куда я бы хотела дополнительно нанести, к примеру, тот же консилер. И вот в те моменты, когда мне нужно дополнительное покрытие, я беру что-то очень плотное, по типу вот этого консилера от NYX, который называется Can't Stop, Won't Stop, и мне не нужно при этом этот консилер использовать, знаете, вот под всю зону под глазами, прям конкретные такие треугольники рисовать, мне достаточно сделать чик-чик, две точечки таких, и вот так вот легонько, точечно растушевать именно в той зоне, которая еще слегка темновато. Еще один потрясающий плюс этого продукта в том, что в конце дня зона под глазами абсолютно не выглядит пересушена. Вы видели, недавно я делала несколько обзоров на разные консилеры, вы сами могли удостовериться, как ужасно может выглядеть зона под глазами, часто консилеры выглядят сухо, как-то добавляют морщины, западают в морщины, ну и в целом выглядит это, откровенно говоря, отвратительно. Единственная особенность его носки, если вот я использую только исключительно его, то, наверное, в конце дня я бы сказала, что зона под глазами выглядит немножко более проявившейся, то есть эти темные круги, они немножко больше проявляются, то есть как будто более блеклый эффект получается от этого корректора, нежели сразу после нанесения, но я бы, наверное, предпочла это, если выбирать между вот этим эффектом и супер пересушенной зоной под глазами. И последнее, это чисто техническая информация, по объему здесь 3,5 грамма, сделан этот продукт в Италии, и у него срок годности 12 месяцев после начала использования. А теперь давайте переходить к тональной основе, и здесь у меня даже более интересный экземпляр, и это тональная основа от Couleur Caramel, которая называется Fluid Foundation. Вообще, в целом у этого бренда есть несколько тональных основ разной линейки, я себе взяла конкретно вот эту, потому что она по описанию была самая увлажняющая. Здесь в составе какое-то масло Сачо Инчи, не знаю точно, что это за масло, гиалуроновая кислота тоже, и также они пишут, что состав этой тональной основы воздействует на признаки старения. У этого продукта также есть сертификат Экосерт и сертификат Косметик Био, как и у корректора, и как, судя по всему, абсолютно всего. И что касается их состава, то здесь на 99% состав состоит из натуральных компонентов, и на 18% он состоит из органических компонентов. Что же касается конкретно его состава, то опять-таки мне здесь не к чему придраться, потому что первое место вода, потом каприловый триглицерид, это фракция кокосового масла, глицерин, потом розовая вода, и в принципе здесь опять вот смотришь, очень много масел, разные кислоты, гиалуроновая кислота в том числе здесь есть и не в самом конце списка. Эта тональная основа сделана во Франции, здесь 30 мл, и срок годности у нее 8 месяцев после начала использования. И оттенок я себе взяла номер 21. Что касается упаковки этого продукта, то здесь мне абсолютно не к чему придраться, потому что это мой любимый формат, стекло с помпой. Также, кстати, помпа здесь прокручивается, то есть если вы хотите закрыть ее, чтобы она не нажалась, например, если она где-то у вас в косметичке или в дорожной косметичке, то она вот так вот прокручивается и закрывается, при этом ее нажать нельзя. Текстура, как видите, достаточно такая жидковатая, и что касается этого 21-го оттенка, то мне кажется, он очень удачный, как мне кажется, достаточно широкому числу людей он может подойти, в том числе и мне, я считаю, он подходит идеально. И оттенок именно такой, знаете, и не желтый, и не розовый, а очень нейтральный. Ну вот, я закончила с нанесением, и вы можете оценить результат. Мне этот результат очень нравится. Опять-таки, держим в голове, что это абсолютно натуральная, органическая косметика, но в то же время у нее абсолютно типичный для декоративной косметики формат. Это жидкая тональная основа, которая наносится спонжем, привычным нам способом. У нее нет каких-то определенных особенностей, не нужны какие-то особенные танцы с бубном для того, чтобы ее нанести. В общем-то, все нам знакомо и привычно. Но при этом мы получаем все бонусы натуральности и органичности. У этого тона приблизительно среднее покрытие, он достаточно неплохо перекрывает какие-то мелкие недостатки, с более серьезными, конечно, не справится, и, естественно, отлично выравнивает общий тон лица. Также у этого тона натуральный финиш, или даже не натуральный, я бы сказала, что он немножко ближе к светящемуся. Абсолютно естественно и натурально он выглядит на лице, то есть я вот так на себя смотрю, и нет ощущения какой-то плотности на лице, нет ощущения маски на лице, все очень красиво сливается с кожей, эта тональная основа хорошо втушевывается в кожу, и действительно чувствуется увлажнение. Такое впечатление, что нанес очень хороший питательный крем на лицо, даже есть ощущение такой небольшой липкости, как после питательного крема. А теперь давайте ненадолго прервемся, я сейчас полностью закончу макияж, мы с вами подведем финальные итоги, и также я сравню эту косметику с ее, как мне кажется, ближайшими конкурентами. А в заключении я хочу сказать, что однозначно знакомство с этим брендом оставило по себе только самые положительные эмоции. Если сравнивать, то тональная основа, конечно, впечатлила меня гораздо больше, чем корректор, потому что вот это, по сути, абсолютно ничем не отличается от классической декоративной косметики, здесь нет каких-то жертв, нет каких-то особых способов нанесения, нет каких-то особенностей в стойкости или еще в каких-то аспектах. Мне очень нравится, как она выглядит на лице, мне очень нравится, как она держится на протяжении дня, мне очень нравится ощущение моей кожи, когда на нее нанесен этот тон. Кожа абсолютно не ощущается пересушенной и не выглядит пересушенной, и в конце дня, когда я смотрю на себя в зеркало, я не вижу сухих участков, я не вижу, чтобы она трескалась или заваливалась в морщины. В общем-то, тон меня этот действительно очень сильно впечатлил, и однозначно я могу рекомендовать его тем, у кого сухая кожа, кому нравится ощущение, как послепитательного крема на лице, у кого есть определенные мимические морщины, и кто переживает, что средство будет плохо там выглядеть, будет трескаться, будет как-то сухо выглядеть. А теперь я хочу буквально пару слов сказать в завершение о прямых конкурентах. Недавно я делала видео о другой натуральной марке, Air Peres, если вы это видео не смотрели, вот я вам очень советую перейти по ссылочке и посмотреть это видео. Там тоже мы смотрели и на тональную основу, и на такой же аналогичный корректор. Вернее, у них это скорее даже не корректор, это именно консилер. Оба эти бренда это органические натуральные бренды, которые следят за своим составом, и в то же время, что их отличает от каких-то других, это то, что они выпускают косметику, которая ближе к классической декоративной косметике. И вот если сравнить два вот этих вот консилера, то я даже не могу сказать, какой мне нравится больше. Они между собой очень похожи. Единственное, вот этот лучше перекрывает темные участки. Он действительно больше корректирующий эти зоны, когда вот этот работает просто как стандартный консилер. В то же время и текстуры, и плотность, и стойкость у них очень похожи, поэтому мне кажется, это вообще в принципе два равнозначных продукта. Что же касается тональных основ, то здесь вот как раз-таки очень большая разница между ними, потому что Air Press это легчайшая тональная основа. Она имеет текстуру воды, и на лице она ощущается точно так же, как будто вы легкую водичку распределили по лицу, и все, что она оставляет по себе после нанесения, это тонкую вуаль пигмента, который выравнивает общий тон лица. При этом однозначный минус этой тональной основы заключается в том, что у нее очень большой расход из-за такой вот гипержидкой текстуры. Здесь же текстура может быть не совсем плотная, но в то же время это ближе к классическому тональному крему, который также достаточно экономно распределяется, и я бы не сказала, что у нее какой-то больший расход по сравнению с какими-то другими средствами. Но плюс Air Press в том, что это гораздо более естественный и натуральный вид, потому что ее вообще не видно. Даже если вы под микроскопом будете на себя смотреть, вы не увидите этот тон на лице, настолько он натурально выглядит. Вот этот же, при том, при всем, что он выглядит очень красиво и натурально, и нет ощущения маски или плотности на лице, но все равно он немножко ближе к тому, как выглядят обычные тональные основы. То есть, если я близко-близко буду рассматривать свою кожу, я все-таки увижу, что на ней есть косметика. А на этом у меня все. Если у вас остались еще вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь всем ответить. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить ему палец вверх. И также, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней.